Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ua Как вы видите, перед вами вот такие вот непонятные два телефона и непонятные значки. Сегодня речь пойдет о новой технологии NFC, которая присутствует во всех современных смартфонах, практически во всех, или начинает только появляться. Например, перед вами модель FireEye F2. У этой модели есть эта функция. Также эта функция есть у Micros. И как бы больше так на быструю голову не скажу, какие смартфоны еще поддерживают эту функцию. Коротко о том, что это такое. Очень много людей спрашивают, но как бы не можем это все ощутить, не могли это все проверить, поэтому не могли толком нормально отвечать. Коротко, это еще один способ беспроводной передачи данных. Между телефонами, у которых установлена есть данная функция, и между специализированными вот такими вот метками, на которые можно записывать это все дело и просматривать. Давайте сейчас разберемся, что такое NFC-функция, как она активируется, что это вообще такое. NFC-функция активируется вот таким вот образом. В настройках в тех телефонах, где есть поддержка NFC, есть вот такой вот рычажок. Включить-выключить. Когда включается эта NFC-технология, она отображается вот здесь, вот сверху. Как это работает? В случае если... Давайте рассмотрим сначала пример из двух смартфонов. Тут у нас два смартфона, FII F2, в каждом включена эта технология. В общем, что умеет эта функция? Она умеет передавать изображение. Изображение умеет передавать ссылки, умеет передавать какое-то местоположение на карте Google, например. Умеет передавать контакт и тому подобное. Как это работает? Допустим, самый простой пример. Берем и что-то, например, фотографируем. В общем, не важно что. Вот мы сфотографировали. Теперь просто берем, прилаживаем два телефона. Они выдают реакцию. Просто после этого нажимаем. И вот на вот этом вот телефоне сверху у нас идет передача данных. Ждем. И сейчас вот эта вот фотография появилась уже вот на этом смартфоне. Вот так вот работает передача данных, передача файла, скажем так. Если нам необходимо передать контакт, вот у нас есть контакт NFC-тест, мы его выбираем. И также прилаживаем телефоны. Делаем то же самое. Нажимаем. И тут у нас предлагает создать вот этот вот контакт в аккаунте. Мы можем согласиться. Допустим, сохранили его в телефоне. Вот он у нас появился, NFC-тест. Идем дальше. Что еще умеет эта функция? Эта функция умеет, допустим, я вам рассказываю. И, допустим, вы имеете телефон, вы, допустим, скачали какое-то приложение себе в Play Market. Друг у вас увидел это приложение и говорит, ой, дружище, слушай, а передай мне это приложение. Что это за приложение? Вы берете, клацаете и на этом телефоне сразу же эту функцию открываете через Play Market. И он вам отображает вот это вот приложение, где его можно сразу же скачать. То же самое касается, если вам нужно передать данные страницы. Например, всеми любимый и нами тоже antelife.com.ua Заходим мы на наш сайт. Сейчас смартфон прогрузит все это дело. Зашли, открыли. Готово. Теперь делаем то же самое. На этом телефоне открывается antelife.com.ua через стандартный браузер. В принципе, использование с двумя смартфонами этим и ограничивается. Можно просто передавать эти данные. То есть, данные с одного телефона на другой. Это иногда, наверное, может быть очень полезным. Но основное использование этой функции, конечно же, не телефон с телефоном, а телефон с метками и носителями подобной информации. Для того, чтобы адекватно, нормально пользоваться этой функцией, Play Market нам предлагает вот такие вот программки. Во-первых, это функция, чтобы сразу показать, вот довольно-таки удобно будет. Как она называется оригинально. Трайгер. И эта программка именно вот Task Launcher для NFC меток. В общем, что эта программа умеет? Во-первых, у нее есть полноценный русскоязычный интерфейс. Здесь есть вот такая вот менюшка. Расскажу вкратце, как это все работает, потому что это довольно-таки полезно. Ну, и с первого взгляда не так просто с этим всем разобраться. Давайте пойдем с конца. Выйти, отзывы, другие NFC действия. Эта программа позволяет нам записывать вот такие вот метки. Записывать, копировать, стереть или импортировать. На такие метки записывается эта информация. Куплены метки на вот этом вот сайте. Метка стоит 7 гривен, 12 гривен и брелком 20 гривен. Далее, плагины. На эту программу можно, опять же, бесплатно с Play Market установить следующие плагины. Можно плагин SMS, звонков и повторного использования ярлыка. Это очень интересная функция. Далее я покажу, как они работают. Можно посмотреть магазин триггеров. То есть, можно купить себе, например, для автомобиля держатель вот такой вот уже сразу же с этой меткой внутри. Лента операций. То есть, здесь мы видим все, что мы делали и когда мы делали. Предлагаемые задания. В программе задания имеется в виду как запрограммирование самого телефона, либо вот такой вот метки, NFC метки. Эта программа вам позволит использовать не только вот чисто вот эти вот метки и чисто технологию NFC. Она позволит вам настроить сам смартфон. Ну, например, такие банальные какие-то настройки. Например, лето и, допустим, вы знаете, что вы каждый день работаете там где-то на улице и у вас очень яркое солнце всегда светит на ваш смартфон. Вы можете сделать так, чтобы в определенное время, допустим, с 9 часов утра до 5 вечера у вас смартфон всегда был постоянно в режиме 100% яркости. Вне этого диапазона, чтобы смартфон отображал, допустим, там 30-40% яркости. Это все настраивается. И мои задания. Здесь основное меню, здесь основные программирования вот этой вот программки. Можно создать новый, можно добавить, можно сделать новое задание. В новом задании вы можете сделать все-все-все вот такие вот настройки. Зарядка, время, батарея. Выполнить задание, когда заряд батареи достигнет определенного уровня. То есть, что делать смартфону, когда, допустим, зарядка будет меньше 40% или 50% или любого другого значения. Но также вы можете использовать эти NFC-метки. Выбираете здесь NFC-метку. Таким образом, уже смартфон будет работать только после того, как вы будете подносить эту NFC-метку к смартфону. Далее, вы выбираете, здесь можно выбрать название этого задания. И здесь можно выбрать все-все-все функции, что вы хотите, чтобы делалось. А тут абсолютно все можно сделать. Можно сделать Bluetooth, настройки Wi-Fi, GPS, экрана, медиа. Все-все-все. Вы выбираете все вот эти вот настройки. Допустим, там вот так, вот так, вот что-то там выбрали. Нажимаете «Далее». Далее открывается вам список того, что вы выбрали. Допустим, там Antutu, какое-то открывать приложение. Вот, добавили, сохранили. Нажимаете «Далее». Далее, если вы хотите сделать, скажем так, действие повторное, то есть, как оно будет работать. Вы можете один раз поднести эту метку. Смартфон войдет в режим номер «Раз». И после второго поднесения этой метки смартфон от этой же метки сможет войти в режим номер «Два». Вот здесь, если вы хотите второй режим, вы можете добавить «Плюс», и тогда у вас появится новое задание. Если же не хотите, можете нажать «Готово», после чего смартфон требует поднести метку и записать вот эту вот информацию. Я сейчас этого делать не хочу, я вам просто покажу, как работают эти метки. Значит, первая метка у меня настроена, вот эти все настройки. Я ее назвал как «Бумажка», потому что бумажка сама метка такая. Бумажка все «Офф» и бумажка все «Вкл». В общем, бумажка что делает? Допустим, вы приходите домой с работы или просто вот идете в смартфон, видите, что у вас минимум зарядки. Вы берете, у вас есть метка. Прилаживаете смартфон. Активируется метка. Активировалась бумажка, все. Бумажка, так. В общем, эта бумажка у меня активировала режим номер раз. Что вы видели? Экран убрал яркость. Я сейчас сделаю чуть-чуть больше, потому что вообще непонятно, о чем речь. Вот. Что сделал смартфон? Он убрал Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Он убрал яркость. Он убрал, поставил минимальный таймер отключения. Он убрал автоповорот. Он поставил режим звукобеззвучный. То есть, я это целенаправленно выключал все полностью, чтобы оно так было. При повторном поднесении к этой метке у меня заданы все эти параметры на включение. Я подношу. Срабатывает метка. И смотрите, что происходит со смартфоном. Он включил полностью всю яркость. Он включил абсолютно все функции Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Переключил профиль звука. Включил автоповорот. Включил яркость. И изменил таймер. Время отключения экрана. Вот так вот работают эти метки. Их можно программировать. Это довольно-таки удобно. То есть, допустим, привожу банальный пример. Приходите домой. Где-то там на шкафу у вас прикреплена эта метка. Она может быть вот в таком вот формате, более стильном. Вы подносите смартфон к этой метке. Он моментально считывает с нее информацию. И, допустим, у вас выставлено, что дома у меня работает Wi-Fi. У меня дома работает максимальная яркость, допустим, или минимальная, чтобы мне дома комфортно это делать. Допустим, громкий звук дома. Выходите на улицу. Запрограммируете на то, что яркость, допустим, максимальная, чтобы для солнца звук потише. Wi-Fi выключен. И тому подобное. То есть, применение этому найти можно. Далее, с этой программкой устанавливается еще вот такая вот интересная программа. Что она позволяет делать? Во-первых, она нам позволяет добавить или записать на вот эту вот метку адрес, адрес, допустим, какого-то сайта. То есть, я это все уже делал. Вот у меня есть добавленные, скажем так, теги. Вот у меня есть забита antilife.com.ua. Вот у меня есть забит звонок. Вот у меня есть отметка какая-то на карте. И просто отметка. Эта метка здесь может быть любая информация. Эту всю информацию вы можете записать вот просто так вот. Записать текст, записать номер и набор. И записать отправку имейла. Текст это имеется в виду отправка смс. Далее, вы можете записать, передать контакты. Записать на метку свои контакты. Далее, вы можете, вот это не знаю, что такое, не разобрался с этим, какую-то точку на карте оно обозначает. И, естественно, можете задать адрес. Как это все работает? Смотрим. Когда на метке записана информация, может быть, двоякая, мы выбираем добавочный тег. Вот в данном случае у меня отображается на этой метке просто информация. Эта метка здесь может быть любая информация. Я могу очень быстро перезаписать эту метку. Допустим, вот у меня созданный тег. Я хочу, чтобы я записал на эту метку адрес нашего сайта. Приложил. Записал. Финиш. Все круто, все сделал. Теперь я хочу, допустим, быстро зайти на наш сайт. Приложил. Наш сайт открывается, потому что смартфон считал информацию с этой метки. И все классно работает. Также я могу записать на эту метку вызов номера определенного. Вот, допустим, вот этого вот номера. Опять же, она перезаписываемая. Я ее записал. Финиш. И теперь, когда я, допустим, хочу позвонить, я подношу телефон к ней. Опять же, вот этот вот добавлен новый тег. И вызов. Сим-карта у меня не вставлена, поэтому вот такая вот информация выдается. Так, и что я хотел показать вот с этой третьей меткой. Это метка брелок. То есть, они ничем не отличаются по функционалу. Просто внешне они немножко разные. С брелком удобнее всего там повесить на ключи или куда-то еще. С вот этими вот плагинами, которые я говорил, что их можно устанавливать, эти плагины дают возможность, если я только что подносил вот эту метку для звонка, и у меня выбивалось на экране номер, и мне нужно было еще нажать. То благодаря вот этим вот плагинам, которые также устанавливаются автоматически и бесплатно с Play Market, мы можем запрограммировать звонок без вот этого вот набирания. То есть, можно сделать вообще идеально, чтобы он сразу звонил. Эта метка, скорее всего, если я правильно помню, она у меня именно на это и запрограммирована. Поэтому я просто подношу вот так вот, и он у меня сразу набирает номер. Программируется эта метка, вот раз я вам уже показал, давайте попробуем запрограммировать одну нормально метку. Допустим, я хочу, чтобы смартфон реагировал на действие после поднесения метки. Я выбираю NFC, нажимаю далее, выбираю действие. Например, после поднесения действия к этой метке, я хочу, чтобы у меня был, чтобы я мог выбрать Wi-Fi, чтобы я мог выбрать Bluetooth, чтобы я мог выбрать яркость экрана. Ну и допустим, хватит. Это как для понимания, я нажимаю далее. Далее я выбрал те моменты, где у меня доступно изменения. Я могу, я хочу, чтобы при поднесении метки у меня был включен Wi-Fi, у меня был включен Bluetooth, и у меня была яркость на 41%. Добавить задание, все сохранилось, я нажимаю далее. Если я хочу при повторном поднесении этой метки, чтобы, допустим, эти все... Ну вот, я раз поднес, эти все функции, которые я выбрал, включились, и допустим, я хочу, чтобы при повторном поднесении эти все функции выключались. Я нажимаю плюс, новое задание, и добавляю то же самое. Я выбирал Wi-Fi, я выбирал Bluetooth, и я выбирал яркость экрана. Я нажимаю далее, и хочу, чтобы яркость у меня была стопроцентная. Хочу выключить Wi-Fi, хочу выключить Bluetooth. Добавить задание. Нажимаю «Готово», он меня просит «Поднесите метку». Метка поднесена, ярлык успешно записан, ярлык готов. Теперь, так, выключаем, там я программировал на Bluetooth, программировал на яркость. Я поставил минимум. Теперь я подношу метку. Метку считал. Яркость увеличилась. Включился Wi-Fi и включился Bluetooth. Повторное добавление метки к смартфону делает яркость максимальную. Bluetooth Wi-Fi выключает, а яркость делает максимальным уровнем. Вот так вот работают эти метки. Вот так вот работает эта программка для этих меток. Вот так вот оно примерно программируется. Здесь особо ничего сложного нет. Это очень интересная тема для размышления, для использования. Я вам привожу сейчас, показываю самые простые методы, как можно использовать эту функцию. Однако уже, допустим, я читал в интернете о том, что все доходит до того, что, допустим, вы приходите в какое-то заведение, у обычной кассы куча людей, и вы видите, что стоит какой-то терминал NFC, где вы можете приобрести билет или купить какую-то продукцию. Вы просто подходите с телефоном. В телефоне уже забита у вас какая-то платежная система. Подносите телефон к терминалу NFC, прилаживаете его, телефон считывает информацию, что, допустим, вам нужно оплатить такую-то сумму. Деньги у вас считываются, и таким образом вы оплачиваете свой товар, или билет, или что-то такое подобное. Также можно использовать эту функцию для, допустим, отображения какого-то расширенного объема информации. То есть, допустим, приходите вы в магазин, стоит какой-то большой телевизор, и написано там цена и кратенькие характеристики. И есть вот такая вот метка, метка NFC. Вы подносите метку к телефону, и, допустим, телефон считывает информацию, какие-то детали подробные, какие-то картинки на свой телефон, и просто удобно просматриваете все технические характеристики того или иного товара, продукта. Вот такой вот ролик. Надеюсь, было кому-то интересно. Мне лично было интересно разобраться, что это такое, что это за метки, что это за NFC-технология, как она используется, как ее можно использовать в повседневной жизни. С одной стороны, это такой момент, который может и не понадобиться вам просто так. С другой стороны, это интересно, прикольно, удобно, и можно пользоваться. По поводу того, что эта программка работает еще без меток этих NFC. Смотрите, вы можете программировать свое задание абсолютно без NFC-метки. Я вам показывал, как программируется задание только с NFC-меткой. Но вы можете выбирать абсолютно разные моменты. Допустим, зарядка. Вы можете выбрать... Сейчас я прочитаю. Запускайте задание при подключении или отключении проводного или беспроводного зарядного устройства. То есть, вы можете настроить свой смартфон на тот момент, что когда вы подключаете зарядку, когда он начинает питаться от сети, он может включить те или иные функции. Естественно, при отключении он может их отключить. Также вы можете настроить свой смартфон, когда вы вставляете наушники, функция гарнитуры. Допустим, настроить, чтобы он сразу же играл ваши любимые треки, и чтобы вы сразу могли там наслаждаться, а не клацать что-то там. То есть, допустим, в транспорте стоите, очень неудобно, втыкнули наушники, и он сразу погнал вам музыку гонять. Вы можете то же самое, настроить все эти функции при включении Bluetooth либо Wi-Fi. Вы можете настроить функции, допустим, когда батарейка у вас будет ниже 42%, выставить ему, что он может включить, что он не может включить. То есть, это абсолютно работает без NFC меток, и это очень круто и прикольно. В менюшке в «Мои задания» «Предлагаемые задания» вот тоже есть, скажем так, стандартные программки, которые вы можете использовать в своем телефоне, которые предлагают сразу же. То есть, нужно смотреть, разбираться, клацаться, и я думаю, вам это все понравится и пригодится. На этом все. Извините, что так долго. Постарался максимально вам объяснить, как это все работает. Не просто в двух словах, вокруг да около, а и примерно показал, как настраивать метки, как записывать, что они вообще могут отображать. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Александр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому не понравилось, кому понравилось. В общем, будьте активными, пишите комментарии. На этом все. Всего доброго.